продолжаем интересную тему с неудачными пробами ссылку на первую часть ищите в конце статьи бенедикт камбербэтч шерлок с тех пор как камбербэтч сыграл гениального сыщика шерлока холмса он стал сниматься буквально в фильме за фильмом но из-за большой оплошности на его прослушивание этого всего могло не случиться актер пришел в одну лондонскую квартиру на прослушивание там присутствовали продюсера и режиссера сериала и хотя камбербэтч знал одну из продюсеров он не знал ее мать поэтому когда во время прослушивания она вошла в комнату которая к слову было ее собственной гостиной с чаем и печеньем актер подумал что это актриса играющая мисс хадсон и продолжил играть уже с ней не самое лучшее первое впечатление но к счастью для камбербэтч и никто не обиделся и в итоге он все-таки стал шерлоком зак эфрон лак для волос когда он пробовался на роль в этом фильме его единственная задача заключалась в том чтобы не улыбаться во время дубля конечно же он с ней не справился ему в то время было всего 15 актер по натуре всегда был улыбчивым ребенком зак просто не мог ничего с собой поделать он постоянно улыбался они сделали больше пяти дублей а зак все еще улыбался даже когда режиссер начал качать головой это заставило его улыбнуться еще шире к счастью режиссер увидел то что ему понравилось и решил взять юного актера на роль зак брав клиника актер признался что провалил свое первое прослушивание на роль доктора дариана в культовом сериале хотя трудно представить кого-либо еще в роли этого милого мечтателя проходя пробы в своем родном нью-йорке накануне вечером брав отправился на вечеринку и проснулся на следующий день жутким похмельем поэтому когда зак пришел на прослушивание он был ужасно неподготовлен и провалился однако когда он вернулся в лос-анджелес то обнаружил что роль еще не занята поэтому решил попробовать еще раз видимо его первое прослушивание было абсолютно никаким потому что кастинг директора даже не узнали его на этот раз он действительно подготовил и запомнил все свои реплики и добрался до следующего раунда кастинга там он встретил создателя сериала который почти сразу влюбился в него и взял на роль кира найтли опасный метод постельные сцены это само по себе уже достаточно стеснительно но становится еще более неловко когда режиссеру приходится проверять какие выражения лица вы делаете в постели и точно все усложняется если он делает это по skype и более того когда у вас плохое интернет соединение найтли оказалась в безумно неловкой ситуации когда проходила прослушивание на роль в этой картине дэвида кроненберга актрисе нужно было изображать несколько весьма странных постельных сцен для этой роли а кроненберг должен был проанализировать насколько странными она сможет их сделать очевидно очень странными поэтому ей пришлось позвонить ему по skype причем до этого кира никогда раньше не встречалась с ним как вообще начать подобный разговор с незнакомым человеком но найтли готовилась прослушиванию планировала и репетировала свои выражения лица перед зеркалом а когда она уже демонстрировала их кроненбергу звонок завис как раз на одном из этих странных выражений ее лица очевидно ее старания окупились роль она получила первая часть доступна по ссылке также не забывайте про лайк и подписку на канал чтобы не пропустить наши следующие статьи а